Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришёл следующий вопрос. На работе, видимо, и трудолюбие очень нагружают. Где грань послушания в отношениях начальник-подчинённый? Мне кажется, что грань послушания в отношениях начальник-подчинённый лежит в бухгалтерии вашей организации. Если вам кажется, что вам дают работы больше, чем вы должны были бы делать, и вы не хотите её осуществлять, то, кажется, скоро вам придётся искать новую работу. Как вы знаете, у нас сейчас практически 70%, если не ошибаюсь, организаций испытывают кадровый голод. И, естественно, нагрузку, которую надо было бы распределить по троим или четверым сотрудникам, приходится возлагать на одного. Ну, как? Тянет? Ну, значит, держи ещё потяни. Бывают, конечно, другие мотивации, просто работодатель хочет сэкономить на других сотрудниках, тоже можно его понять, но нас же слушают работодатели. Друзья мои, поверьте, если один человек делает вместо двух каких-то задач шесть или семь, то он не только оставшиеся дополнительные пять не сможет осуществить в полноте, но и на первые две, которых он вроде бы профессионал, он не сможет делать качественно. Поэтому подумайте сто раз, стоит ли все яйца держать в одной корзине, стоит ли одного человека нагружать всем тем, что должны были бы делать как минимум трое. Да, ведь это реально приведёт в конечном итоге к убытку. То есть, экономишь на зарплате, а по факту ты потеряешь его в доходе. Так что, и, возможно, даже больше, чем на зарплате. Да, я понимаю, что там ещё куча отчислений идёт и так далее, и обязательства. Но, знаете, скупой платит дважды, как говорится. Скажу вам поговорку, не гонялся бы депоп за дешевизной. Ведь это тоже, надо сказать, и наша тоже церковная проблема в каком-то смысле. Нагружаем одних тех же сотрудников 125 послушаниями, в результате хорошо не получается ничего. Хотя нет, вру, одно что-то хорошо получается. Усталость, неврозы и конфликты. Ну, повторюсь, что если ты пытаешься тут ещё найти какую-то религиозную подоплеку, вот я буду слушаться руководителя, ведь послушание – это замечательное качество. Ну, почему бы и нет? Да, хоть здесь какую-нибудь, не только что-то хорошее для организации сделаешь, но и приобретёшь какую-нибудь замечательную добродетель послушания. А Господь трудолюбивых любит. Ну, только смотрите, да не доведите себя до абсолютного выгорания и до невозможности проводить какое-либо время с семьёй. Ведь семья важнее, чем все ваши регалии, власть, слава, деньги. Важнее, по-настоящему важнее. И ты понимаешь это тогда, когда теряешь семью. А пока она как бы находится просто на задворках твоей жизни, пока ты стремишься к славе и к деньгам, то кажется, что это что-то второстепенное. Но как только ты получаешь из славы деньги, ты понимаешь, что это всё не нужно, когда нет семьи. Особенно с тем человеком, которого ты предал ради денег, славы, власти или ещё чего-нибудь ещё. Слишком дорогая цена бывает всему этому. Есть даже фильм «Адвукат дьявола». Он немножко о другом, но где-то рядышком. Вот такой хороший христианский фильм, хотя немножко такой тяжеловатый. Детей отведите от экранов. Вот такие мысли у меня возникли по поводу вашего вопроса. Напоминаю, что с одной стороны у нас есть нехватка кадров, а с другой стороны, если тебя уже уволили, есть ли у тебя возможность прожить несколько месяцев на собственных харчах, пока ты ищешь работу. Большой вопрос, большой вопрос, стоило ли оно того. Я знаю немало хороших мальчиков и девочек, которые всё-таки тянули эту лямку, и в конечном итоге даже дослуживались до начальников тех отделов, которых они до этого и клеймили, и ненавидели. Так что смотрите, трудолюбие, оно переносит в конечном итоге достаточно большую пользу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok